В конце концов, что следует зашел на торговле, водке и торговле на боку, что нету возможности применения одной помещения, одной из способов? Есть. Совместно с городской областью Александра Журовича, что мы расскажем, абсолютно открыт для общения. Можно говорить, можно находить решения, которые может быть, будут более, с точки зрения бизнеса, более удобные, более выгодные и для вас, в том числе. Поэтому, давайте, я согласен, да, возникли проблемы, да, в решении есть определенные упущения. Эти упущения можно решать в рабочем, что называется, порядке. Существует районная администрация, там, в Бартакаре, ровное количество, особенно в Заводской администрации. У Латсапа люди работают, сочетствуют малокомпетентные, но тем не менее, общими решениями, порядок можно навести, и способ выяснение расстояния, потому что, нашествие говорилось, от границы участка. Не от границы участка, а от границ того участка, который занимает разных школ. Существуют люди, которые, в конце концов, закончили школу и умеют правильно померять, не умеют померять в районной администрации, значит, обращающие сборы с полков, я думаю, вам выделят людей, которые правильно померяли, а те, которые померяли, не правильно выгодят, чем в той матери, оттуда, с того места, на которого они работают. Но, приостанавливая, как здесь звучало, это решение, не в порядке выручения взялись. Это будет неправильно, никаких приостановлений быть не можно. Корректировать, да, носить изменение, да, но решение, чтобы было силы, и оно должно выходить. Спасибо. Спасибо. Да, ну, сейчас я слово скажу, потому что это бывает. Вся к вопросу. Дмитрий. Да, пожалуйста. В мире нет в астанале, но нигде в мире не оказались 50 миллионов дедов, дядей, инженеров, вот я инженер и инженер, не оказались вдруг в одной части без работы. И здесь сидят люди, которые не пошли в центр занятости в 90-м каком-то там году, зацепить приватизацию, а нашли все без силы, энергию, собрали свои деньги, деньги родители. Да вы не путайте, это другая тема. Подождите, не мешайте. Вас слушают. Спасибо. Петр Иванович, другая тема, с учетом. Петр Иванович, другая тема, с учетом. Попробуй. Я вам приведу такой пример. Еще несколько лет, ну, вот, в своей хозяйственной деятельности, собственно говоря, человек, знаешь, с одним из экономических соображений. Так развивалось общество. Что возникло на сегодняшний день? Ну, а на сегодняшний день мы пришли в глобальное экологическое государство. Потому что мы никогда не думали, что будет с землей, а думали только о том, как заработать деньги. Вот на сегодняшний день аналогия помнится. Смотрите, на сегодняшний день уже в 91-м году вынесла рамочная конференция, в 97-м году возникли от Кидокова, а сегодня любая сессия ООН начинается с вопросов экологии. То есть в какой-то момент человечество подменило стратегическую задачу, мелкими тактическими задачами зарабатывали деньги, развивалось общество потребления. С чем мы столкнули сегодня? То же самое. Мы вот должны как люди задуматься вот о чем. У нас есть какое-то социальное общество в городе. К сожалению, так по цифрам, которые сейчас здесь повторяются неоднократно, самые пьющие дети на лучшей территории Советского Союза, или даже в мире. Это страшно. И поэтому мы сейчас должны задуматься вот на чем. На чем? Как нам всем объединиться, чтобы решить эту социальную проблему? И те, кто предприниматели, и те, кто не предприниматели. Понимаете? Потому что, ну, 7-минутная проблема сегодня заработать 3 рубля, но в каком обществе будете жить вы, ваши дети, ваши внуки? Подумайте об этом. Это действительно страшно, понимаете? Это деградация общества по большому счету. И поэтому, для того, чтобы нам потом так же, как здесь то, что проходит глобальное изменение климата на земле, и все страшное, так, чтобы не получилось в социальном обществе таких же проблем, давайте мы сегодня за этим будем думать. Здесь поднимались вопросы. Вот об этом должна думать школа, об этом должны думать родители, об этом должны думать, ну, в принципе, какие-то создавать общественные организации. Да все это правильно. Но один из аспектов этой проблемы. Не надо провоцировать детей рядом расположенными этими самыми девушками. Поэтому подход абсолютно верный. Абсолютно верный. И давайте мы все поднимитесь над этой проблемой, вот не над тремя рублями, так, потому что вы все здесь. Папы, мамы, ну, на какой конец дедушки и бабушки. Подумайте об этом. И постарайтесь, вот мы должны найти, тем более, что вот тактические задачи. Александр Жоржевич говорит, все, что касается конкретных вещей, можно решить. Но, в принципе, мы все абсолютно должны быть заинтересованы в создании здорового в социальном отношении общества. Давайте об этом думать. Я так думаю, что здесь и разработчики, и все предприниматели. Давайте мы начнем с того, что? Проблема. Да, проблема серьезная. Но у меня есть вопрос прежде всего. Вот прежде чем мы перейдем к предпринимателю, давайте мы сейчас такой вопрос решим. На территорию школы у нас курят или нет? Кто несет ответственность за то, что курят на территорию школы? Кто у нас несет ответственность? В больнице у нас, да, подали, вот я слышу, значит, подали у нас, что в больницах курят, там пьют и так далее. Кто позволяет это делать? У нас есть медицинский персонал, у нас есть кто-то отвечает за это, несет ответственность или не несет эту ответственность? Третий вопрос. Почему у нас никакой работы не ведется с родителями? Я лично была свидетелем, и я могу назвать школой, где курят, где я лично видела школьников, которые курят. Простите, пожалуйста, кто у нас с этим борется? Если тут борцы все за справедливость, и все так решили, что эту проблему мы вот так вот решим, то давайте мы решим, давайте ее решать серьезно. Вот, а не так, что мы вот ограничили, мы сделали вот эту галочку, и мы решили все проблемы. Это не решение проблемы. Понимаете, у нас есть закон, который регулирует принятие всех нормативных акций. Называется он про засады державной революторной политики в сфере господарской деятельности. Так вот, в этом законе очень четко статья 8 говорит, значит, вы, значит, прежде чем ведуток анализа регуляторного вплыва, прежде чем принять какой-то регуляторный акт, должен быть проведен анализ регуляторного вплыва. Вот, значит, первое, там, что говорится, визначити, да, проанализувати проблему, яку пропонується вырешить, развязать шляхом державного регулирования государственных отношений, а также ценить важность цієї проблемы. Обгрунтувати, чему такая проблема не может быть развязана с допомогою инших механизмов. Обгрунтувати, чему визначена проблема не может быть развязана за допомогою дейших регуляторных акций. Этому у нас есть, вот уже выступал у нас представитель департамента, есть у нас закон про регулирование того бегу до 4 алкогольных напоев, то, что он поддельный. Вызначить очипывание результатов принятия запропонованного акту, в том числе и в диспетре разрахунок очипыванных вытрат, то вывод в субъекте господоревания грамотян, то державы в наши такие революторные идеи. А также, самое главное, я считаю, что никто даже об этом ни на это не обратил внимания, вызначить эти оцениты уси принятия альтернативных способы досягла неустановленных сил, в том числе тижны, и кинопередбачают беспосреднего державного революционного. Скажите, пожалуйста, кто у нас вообще занимается занятостью детей? У меня моя приятельница, она преподаватель в школе. И она приходит, она говорит, Господи, сейчас преподаватель, вы знаете, для них каникул не существует, не существует всего остального. Они приходят и работают в школе. И она говорит, вы знаете, я просто удивляюсь, у нас такого не было. Дети приходят, им некуда податься. Они приходят в школу. Вы понимаете, что у нас сосредоточие, это школа. То есть единственное, оказалось, единственное место, где ребенок может отдохнуть от родителей, простите, от окружающих людей и всего остального. Тогда скажите, пожалуйста, кто занимался вопросом занятости детей? Я помню, на моей памяти у нас постоянно существовали при домовых комитетах, там вот при пианировке комнаты, там какие-то кружки, какое-то, вот все, что только угодно. Где занимались дети? И я вам хочу сказать, есть такие, но их такой мизер. И куда дети ходят для того, чтобы чему-то научиться реальному, чтобы что-то сделать? Те же спортивные какие-то кружки были, те же занятия. У нас же что получается? У нас и подвалы забрали, отдали под бары и магазины, под кафе, а теперь мы их закрываем. У нас забрали все эти детские комнаты, отдали их под те же самые цели, а теперь мы, значит, их закрываем, а теперь мы закрываем их. То вы, простите, будьте последовательны. И если сейчас вот эта проблема, я считаю, что это не решение проблемы. И таким способом она не решается. Тогда уже, будьте добры, наши уважаемые депутаты, наши местные власти, вы, наверное, рассмотрите этот вопрос в более широком аспекте. Если надо бороться, то надо бороться не галочки ставить, потому что, я уже читала вот это решение про заборону, это самое, реализации пива детям до 18-го року. Да кто его исполнил, этот закон? Кто-нибудь проанализировал вообще, какая отдача от этого закона, от нашего решения, какая отдача была от него? Что сделано вообще было? Поэтому я считаю, что принимать вот такие огольные решения, это просто непростительно. А сейчас, тем более в наших условиях, я заканчиваю. Так вот, я считаю, что это самое, что давайте мы, наверное, на уровне нашей местной рады предпочим в бюджете никаких грузов для розвитков, никаких альтернативных способов для того, чтобы занять наших детей, чтобы они не лазили по улицам, не пили, не бурили и не занимались кинзайчей. Спасибо. Я прошу прощения, я вам отвечу. У нас ни одна комната школьника на сегодняшний день не ушла ни под бар, ни под ресторан. Мало того, мы даже людей обеспечили работать. Я прошу прощения. Галина Ивановна Харченко, директор 44-й школы, попросила слово. Юрий, сейчас, значит, попросили слово директор школы. Давайте. Пожалуйста.